Добрый день! Мы из Украины и я рад вас приветствовать на своем канале. Приглашаю вас подписываться, ставить лайки, распространять ссылки на это видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами продолжаем очередное видео или начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Сразу скажу, что основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении. Сегодня у нас 12 августа, киевское время 17 часов и мы начинаем. Итак, основные усилия противник сосредотачивает на Донецком направлении. Это направление, где они ведут активные боевые действия, пытаясь штурмовать наши позиции. Но идем по порядку по всем направлениям. Полесское, Волынское и Северское направления без изменений. Там продолжаются демонстрационные действия с целью сковывания наших подразделений. Противник продолжает мероприятие по усилению границы. Обстрелы Сумской и Черниговской области также продолжаются. Харьков. Продолжаются обстрелы и авиаудары. Краматорск. Обстрелы. Противник вел наступление в Верхнекаменское и Ивана-Дарьевка. Все атаки противника были отбиты и противник отошел. Бахмутское направление. Обстрелы. В результате наступления в направлении Горловка-Зайцево противник имел незначительный успех. Продвинулся. Сегодня Зайцево наполовину контролируется нашими войсками. И продолжаются бои. Дальше. Там же на Бахмутском направлении враг вел наступление на Ивана-Дарьевку. Велика. Бахмут. Веселая долина. И Кадема. Все попытки противника обвести наступательные действия были отбитыми нашими войсками. И противник отошел. Но ненадолго. После перегруппировки возобновил наступление на Кадему. Бои до сих пор продолжаются. Ну сразу скажу, что Кадема там очень тяжелое положение. Она в полукольце. И враг пытается всеми силами окружить этот населенный пункт. Заставить наши войска либо уйти оттуда, либо там окружить вместе с нашими войсками. Поэтому Кадему они не оставляют в покое. И постоянно ее атакуют. Далее. Авдеевское направление. Артиллерийские авиационные удары. Враг пытался вести наступление в районе Спартак и Маренко. Все попытки наступательных действий врага отбиты. Противник успеха не имел. Отошел. Продолжаются бои возле Пески. Не оставляет попыток. Тоже этот населенный пункт продолжает оставаться под нашим контролем. Но противник не оставляет попыток, чтобы им овладеть в полном объеме. Новопавловское и Запорожское. Артиллерийские авиационные удары. Там большой активности не было. Обмен ударами, позиционные бои. Южнобугское направление. Артиллерийские авиационные удары с целью сковать действия наших войск. Но наши войска упорно пытаются продвигаться вперед. Имеют успех. Мы освободили населенный пункт Благодатное. Он перешел под наш контроль на сегодняшний день. И далее продолжаем пытаться развивать успех и наступательные действия. Корабельная группировка российских войск Черноморского флота России основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов в море находятся два носителя. Ну сразу скажу, их обычно два-четыре. Это, я так понимаю, дежурные средства, которые готовы в любой момент нанести ракетный удар по территории Украины. Все остальные либо подключаются по необходимости, либо наносят ракетный удар с других позиционных районов. Отличных от этого. Что касается обстрелов. Ну тут география, конечно, очень большая. К величайшему сожалению, Харьков ракетный обстрел и реактивными снарядами. Сумская область, створная артиллерия. Николаев, вчера днем были обстрелы, ночь более-менее прошла спокойно. Краматорск, 11 ракетных ударов. Очень серьезные обстрелы, большие разрушения и есть жертвы. Кременчуг, обстрелы. Запорожская область. Были слышны взрывы в самом Запорожье. Но город как бы не обстреливали, а вот по области удары наносились. Никополь, реактивные системы ГРАД, Марганец, реактивная артиллерия, обстрелы. Криворожский район, реактивная артиллерия, ураганы, обстрелы. И вчера в течение дня была четырежды обстрелена российской артиллерией Запорожская атомная станция. Но Россия играет в очень опасную игру. Они пытаются шантажировать не только нас, весь цивилизованный мир вот этим ядерным шантажом, что они разрушат атомную станцию. Причем инстинкт самосохранения у них не работает. Почему? Потому что до Российской Федерации ближе всех, до Европы дальше, чем до России. Но они упорно продолжают обстреливать атомную станцию. И самая главная задача, самая главная задача это посадить нас за стол переговоров. Не допустить контрнаступления наших войск и застолбить за собой ту территорию, которую они захватили на сегодняшний день. За столом переговоров. Потому что первое условие будет прекращение огня. На тех позициях, на которых мы ни о каком выводе войска не собираемся обсуждать. Плюс они пытаются дегуманизировать нас как государство, государство Украина в глазах мировой общественности. В плане того, что эти обстрелы хотят приписать нам. Что якобы мы производим эти обстрелы. Поэтому был созван Совет Безопасности ООН. Тут мы с вами военные новости заканчиваем по Украине. И плавно переходим на международные новости касательно нашей страны. Итак, вчера заседал Совет Безопасности ООН. Председательствовал Китай. Их очередь председательствовал. Вы знаете, это сменная должность, такой переходящий приз, кто ведет заседание Совбеза ООН. Так вот, председательствовал Китай. Китай, конечно же, издал самый нейтральный, ну в принципе, на мой взгляд, самый российский нарратив. Он сказал, что стороны должны сесть за стол переговоров и договориться. Вот все, что сказал представитель Китая. Представитель Соединенных Штатов возложил всю ответственность Российской Федерации и требует допуску МАГАТЭ и представителей Украины на территорию Запорожской атомной станции. Франция требует вернуть атомную электростанцию под контроль Украины и вообще прекратить агрессию Российской Федерации против Украины. Представитель Великобритании заявила, что если бы Российская Федерация не вторглась в Украину, ничего бы никому не угрожало. То есть, первопричина всех проблем, в том числе и на Запорожской атомной станции, это Российская Федерация. Остальные члены Совета Безопасности ООН, а их 15, там 5 постоянных и я вам их перечислил, остальные все временные. Остальные члены высказались за посещение станции миссии МАГАТЭ. Кстати, глава этой миссии готов лично возглавить туда поездку на станцию. Мы готовы содействовать этому решению МАГАТЭ и поездке на станцию, но в рамках нашего законодательства. То есть, никакие вопросы переключения этой станции не обсуждаются. И демилитаризация самой станции и передача ее нам под контроль, это то условие, которое мы будем, скорее всего, отстаивать. Генеральный секретарь ООН за демилитаризацию станции, чтобы там были представители МАГАТЭ и на станции не было ничьих военных, ни российских, ни украинских. Единственное, что этот пункт не выполнил, потому что вы прекрасно понимаете, что станцию просто-напросто надо охранять. Далее из новостей. Стало известно, что с начала войны, скорее всего, эта цифра имеется в виду с начала войны, Белоруссии бывшие военные вооруженных сил Белоруссии, то есть те, кто находятся в военнообязанной, Около 13 тысяч человек подписало контракты или дало согласие на участие в боевых действиях против Украины на стороне Российской Федерации. То есть около 13 тысяч бывших военнослужащих Республики Беларусь сегодня воюют в рядах российской армии под флагом России и на стороне России. В Государственной Думе Российской Федерации опять всплыла идея воссоздания Советского Союза. У них эта идея фикс, они просто бредят этой идеей. Я не знаю, чем она им так нравится. Ее особенно в последние годы называли вообще тюрьма народов. Они вот все равно хотят возрождение СССР с еще большими территориями, чем было до 1991 года. То есть имперские амбиции по захвату территорий, они в Российской Федерации только расширяются. Ну и еще несколько интересных новостей, которые нас касаются. Помните знаменитую 64-ю отдельную мотострелковую бригаду 35-й общевойсковой армии? Это та самая бригада, которая совершала зверства и массовые убийства наших граждан в Ирпене и Буче. Кстати, буквально на днях я вам сообщал новость, что найдено еще одно массовое захоронение, 117 тел. Все со следами пыток и насильственной смерти. То есть сколько там еще людей они закопали вот так вот, скрыто, не на кладбищах, а так, чтобы не могли найти. Сказать очень трудно. Зверствовали они там похуже фашистов во Вторую мировую войну. Я думаю, что даже ни в какое сравнение не идет. Так вот, институт изучения войны американский считает, что командование вооруженных сил Российской Федерации создало все условия для того, чтобы военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригаде все погибли. Их перебросили на самый горячий участок на Донецкое направление. Их заставляли идти в атаку без поддержки бронетехники. И их бросали в бой на самых ожесточенных участках, где шли самые ожесточенные бои. На сегодняшний день 64-я отдельная мотострелковая бригада разбита практически в ноль. Личного состава в живых не осталось. И американский институт изучения войны приходит к выводу, что таким образом российское командование утилизирует участников преступления для того, чтобы не осталось свидетелей. Сегодняшний день получается, что некому даже давать показания по поводу тех же зверств, которые они творили на территории Украины в районе города Киева. И еще одна такая новость. То есть они убивают даже своих для того, чтобы не отвечать за те преступления, которые они совершили. И еще одна такая очень интересная новость появилась от разведки о том, что примерно 30-40% офицеров, ну она трактуется по-разному, некоторые трактуют, что это 30-40% офицеров, которые находятся в командовании вооруженных сил России, имеется ввиду генеральный штаб. А вот я читал оригинал, там написано 30-40% офицеров, которые готовили войну. То есть которые занимались планированием вот этой специальной военной операции, они на сегодняшний день отстранены от своих должностей и находятся под следствием. Это небольшое количество людей, потому что операция планировалась в строгом режиме секретности и мало кто был допущен к этой операции. Но тем не менее они находятся под следствием. То есть идет, продолжается, точнее борьба между ФСБ и генеральным штабом Российской Федерации в плане того, что кто же будет отвечать за провал войны. Ну я напомню в двух словах всю предысторию. Началось все с того, что когда провалился Блицкрик буквально во вторую неделю войны, когда стало понятно, что у нас есть шанс отстоять Киев, появилось, точнее не появилось, а в Российской Федерации начали задавать вопросы. Ну я так понимаю, Путин задал главный вопрос. А где же пятая колонна, которую должны были за 8 лет подготовить ФСБ на территории Украины, в том числе и через Медведчука, и через его... Он тоже получал деньги, и сейчас там следствие идет в отношении его по этому вопросу. И было потрачено 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов за 8 лет было потрачено на создание пятой колонны. Пятая колонна должна была быть создана следующим образом. В крупных городах, во всех областных центрах должны были быть созданы практически бригады, бригады боевиков, которые с приходом российских войск должны были до 3000 человек обеспечить нам проведение митинга, и до 2000 человек, те, кто возьмет оружие, и это боевые группы, которые должны были вступить в бой с вооруженными силами Украины или с нашими силовыми структурами. Вот такую систему они должны были подготовить здесь, в Украине за 8 лет. Деньги потрачены, системы этой нет, никаких бригад боевиков нет, были диверсионно-разведенные группы, спящие, были корректировщики огня, они есть, продолжаются, и те, и другие, мы боремся с ними. И стал вопрос, куда делись деньги. Естественно, Следственный комитет начал, помните, отстранили начальника 5-го департамента ФСБ от исполнения обязанностей, началось следствие. Но потом ФСБ, видимо, переломило ситуацию, и сейчас виноваты в провале спецоперации, виноваты военные. Плохо спланировали, плохо рассчитали, ничего не предусмотрели, и так далее, и тому подобное. И вот поэтому, скорее всего, Следственный комитет переключился вместе с ФСБ. Они теперь ловят там, охота на ведьм началась, они теперь ловят шпионов, которые работали в пользу США и Украины в генеральном штабе, и вот таким образом сорвали планирование этой войны, и Блицкрига не получилось. Так что вот такая вот у них история, которая сейчас набирает обороты, чем она закончится. Но это, я скажу вам, самое среднее звено, которое, это мозги. Эти те люди, которые планировали, это мозги генерального штаба. Если о них сейчас их репрессируют, там не останется кому думать. Там останутся генералы и их адъютанты. Одни носят фуражку за генералом, а генерал, как в том анекдоте, он знает, где расписаться. Поэтому вот такая вот ситуация там складывается. Нас это, в принципе, устраивает. Чем больше репрессий там, тем больше военно-начальники будут бояться принимать решения, самостоятельные решения. И тем больше они будут суетиться и больше будут совершать ошибок, что всегда на пользу противоборствующей стороне. Теперь хотел, перед тем, как приступить, на этом военной и военно-политической обстановке мы закончим. Перед тем, как приступить к ответу на вопросы, хотел сделать несколько уточнений. Вот по вашим комментариям, смотрите, очень часто пишут, не называйте россиян противником, называйте их врагами. Дело в том, что в военном лексиконе слово враг употребляется очень редко. В военном лексиконе все документы написаны от слова противник, противоборствующая сторона. Поэтому у меня автоматически на подсознании я вам читаю обстановку так, как она читается. Послушайте вот этого пресс-офицера Генерального штаба Вооруженных сил Украины. То же самое. Противник вел наступательные действия, противник вел воздушную разведку. Слово противник, оно превалирующее в военном лексиконе. Так что вы уж извините, но буду говорить как привык. Хотя стараюсь иногда употреблять слово враг. Теперь еще по поводу, тоже несколько, два замечания. По поводу С-75 комплекса, да он старый, он действительно сбивал еще Паулюса, он 57 года. Но комплекс Волхов, это одна из разновидностей, я не ошибся, я все правильно сказал. Комплекс Волхов-М это корабельный вариант комплекса С-75. И он устанавливался на корабли. Комплексы малой дальности до 40 километров, да, с дальностью поражения. Есть, посмотрите, есть отдельная статья, комплекс Волхов-М в самой Википедии. Ну и по поводу самолетов. Я так не понял, я сказал, что нам не достались Ту-160, сверхзвуковые, белый лебедь его называли, эта модель называлась, сверхзвуковые стратегические бомбардировщики, нам не достались. Но то, что нам достались медведи, Ту-95, и действительно они в Луцке базировались, я об этом сказал. И что их было 15 штук, и что тогдашний премьер-министр, точнее не премьер-министр, она была вице-премьером, по-моему, по топливно-энергетическому комплексу Юлия Тимошенко, она их обменяла, она их передала Российской Федерации в обмен на газ. Мы рассчитались за газ вот этими самолетами. Кстати, машины, я должен заметить, мы Ту-95 были практически новые. Некоторые машины имели по 30 часов налета, то есть они не эксплуатировались практически. И они попали в Красноярск, в полк дальней стратегической авиации российский, и в течение, ну, во всяком случае, до войны, по-моему, была информация о том, что, до войны, я имею ввиду, 14-го года, была информация, что один разбился, по ошибке экипажа один самолет разбился. Остальные несут боевое дежурство. Может быть, даже какие-то из этих самолетов были передислоцированы в Энгельс, и сегодня наносят ракетные удары по территории Украины ракетами Х-101 или Х-55 или Х-555. Так что, вот такая вот история. И я действительно говорю, прослушайте еще раз, я четко сказал, что у нас были Ту-95, которые мы рассчитались за газ. Ну, вот, в этом, здесь вроде бы как все, все корректировки сделаны, и приступаем к ответам на ваши вопросы. Итак, сегодня первый вопрос этого видео будет звучать следующим образом. Подходят ли новые радиолокационные ракеты для навешивания на наявные у нас самолеты? Или, вероятнее всего, это задел для словацких МиГ-29? Нет, это не задел для словацких МиГ-29. Я уже сказал, что вот эти антирадиолокационные ракеты, так они правильно называются, АМГ-88 ХАРМ, которые нам дали Соединенные Штаты Америки, мы на ходу переделываем наши МиГи. Нам еще никто не давал. Словакия даст МиГи с 1 сентября. Они будут готовы начать передачу на 12 самолетов МиГ-29, которые есть у них на вооружении. Но с 1 сентября мы на ходу дорабатываем вот эти наши МиГи. Видимо, ракеты пришли с пусковыми блоками. Мы устанавливаем на самолеты. Помните, нам дала Польша запчасти к советским самолетам, которые у них хранились на складах. Так вот, мы за счет этих запчастей ремонтируем свой парк. Никто еще ничего не передал. Ни одного самолета нам не передали наши партнеры. Поэтому мы ремонтируем сами, своими силами, свой парк авиации. Мы устанавливаем пусковые блоки для этих ракет. И мы устанавливаем на крылья самолета. Крылья все-таки самолета существуют. Это правильный термин. Я узнавал у летчиков. На крыльях есть подвесы, на которые цепляются бомбы и ракеты. Ракетно-бомбовое вооружение. Или дополнительные топливные баки. Советские замки универсальные для топливных баков, ракет и бомб. А вот для ракет AMG-88 Harm, видимо, нам подвесы поставили. И мы установили их на наши самолеты. Так что, все это наше. Миди наши. Они частично доработаны под эту ракету. И она летает. И успешно громит российские системы. Кстати, такой парадокс, эту ракету можно назвать, ну я читал в одном издании, что эту ракету назвали бабушкой. Потому что она 1982 года постановки на вооружение, разработки она конца 70-х годов. Так вот, эта ракета, 88-я, она разрабатывалась именно под комплекс С-300. Тогда это был в Советском Союзе самый новый и самый мощный комплекс противовоздушной обороны с возможностью противоракетной обороны. И если С-300, вот тогда в этой же аналогии С-300 назвать дедушкой, то как раз бабушка догнала дедушку. То есть, 88-ю ракету создавали в 82-м году против С-300. Наконец-то они сошлись в бою, в неравной схватке. И 88-я ракета успешно побеждает 300-й комплекс. Значит, американцы не зря разрабатывали эту ракету. И она дает очень хорошие результаты в борьбе с С-300. В сентябре планируется казнь наших азовцев. Почему об этом все молчат? Вы что, все будем просто ждать и молчать? Почему наша власть не кричит на весь мир об этом и не требует их спасения? Неужели им позволят это сделать? Конечно же нет. Это неправда, что все молчат. Все говорят об этом. И средства массовой информации говорят. И наш президент об этом говорит. Я верю президенту. И верю его словам, что подключены все возможные организации и религиозные, и общественные, и международные политические организации подключены для того, чтобы вытащить или обменять наших азовцев и вытащить их из плена. Видите, Красный Крест отказался от гарантии. Ну мы не знаем точно давал ли он или нет, потому что от нашего руководства мы не знаем на каких условиях они сложили оружие и вышли из завода Азовсталь. Но тем не менее, поверьте, на мой взгляд, принимаются все меры для того, чтобы их вытащить с этого плена. Ну вопрос, что будет в сентябре казнь. В августе, 24 августа, на день независимости Украины, планируется суд. Я в предыдущих выпусках уже вам объяснял, что этот суд полностью незаконный. Он лежит вне правового поля. Это в принципе совершение тихчайшего военного преступления теми, кто будет участвовать в этом суде. А тем более, если они посмеют вынести какой-то вердикт. Это первое. Второе, уже сказано было неоднократно, что для того, чтобы пойти на обмен, чтобы Россия пошла на обмен, нужно очень много материала. Очень много российских военнопленных. Тогда или очень ценные кадры нужны для того, чтобы менять наших ребят. На простой обмен, там с условием один к одному, они категорически отказываются идти. Они понимают, какова ценность для нас, азовцев, и мы понимаем, какова ценность для них, азовцев. Они хотят устроить расправу над ними и показательную. И это для российского гражданина. Понимаете? Вы думаете, и российский гражданин ждет этой расправы, ждет, чтобы Путин объяснил, что они самые сильные, что они борются с нацизмом и что вот они нацистов засудили. Поэтому очень тяжело, поверьте, очень тяжело договариваться в таких условиях с Российской Федерацией. Видите, они воюют так, как хотят. Они применяют те методы, которые их устраивают. Они все для победы, вплоть до предательства. И, к сожалению, тут ничего другого не сделаешь. Хотел у вас спросить. Насколько я помню, ранее говорилось, что есть снаряды для Хаймерсов с вольфрамовыми шариками, которые, я так понял, применяются по живой силе. Почему ЗСУ не использует их или их у нас нет? Нет, они не по живой силе используют. Это кассетный боеприпас для Хаймерс, который действительно начинен из тугосплавких металлов шариками и взрывчатым веществом. И в комплексе они применяются по скоплению техники, открыто расположенному скоплению техники. То есть, районы сосредоточения, районы оперативного ожидания. Вот в таких районах они применяются. Потому что скорость полета шариков и их прочность дает возможность выводить из строя, в том числе, и легкую бронетехнику. То есть, не только, и личный состав в том числе. Я вам не скажу, что они не применяются. Просто, может быть, мы о них не знаем. Почему? Потому что у нас уже Хаймерс применяется по как раз скоплению техники. Вспомните ту же самую военную базу, которую мы постоянно бомбим в районе Мелитопольского аэродрома. Уже, наверное, четвертый или пятый раз наносится огневой удар. И именно там по скоплению личного состава и техники. И как раз вот кассетный боеприпас вполне может быть применен именно по этим видам скопления. Вот. Ну, он, в принципе, не кассетный. Его нельзя назвать кассетным. Просто это такова начинка этого снаряда. Ну, я думаю, что вполне возможно, что он применяется. Но не афишируется. Хотя официального подтверждения этому на сегодняшний день нет никакого. Подскажите, пожалуйста, какая возможность и мощность Российской Федерации в производстве, изготовлении ракет и снарядов? И как санкции мешают этому? Мешают ли вообще? Смотрите, по снарядам у России огромные производственные мощности. У них есть предприятие, которое выпускает практически все виды боеприпасов. Единственное, что на сегодняшний день, я так понимаю, что это предприятие не производит в таком количестве, не работает на полную мощность. Именно благодаря санкциям. Почему? Потому что выкатить снаряд, для этого нужно взрывчатое вещество, нужна металлургия, которая отольет сталь и сделает болванки. Их надо проточить, а потом оснастить соответствующими элементами, ведущими поисками, взрывателями и так далее. Так вот, правда, в взрывателях могут быть компоненты импортные. Все остальное Россия, в принципе, может производить самостоятельно. И завод работает, и по сей день производит снаряды, но за счет падения экономики там объемы производства не соответствуют промышленным. То есть они не спешат их наращивать. Почему? Потому что у них запас боеприпасов, готовых боеприпасов практически бездонный. Все, что Советский Союз накопил за эти годы, все они могут спокойно использовать. Они везут их с Дальнего Востока, начиная и заканчивая. По всему Советскому Союзу были разложены склады, базы, арсеналы. Вспомните, у нас на территории Украины только пять баз и арсеналов. То есть таких гигантских, в которых там десятки тысяч тонн боеприпасов хранились. Поэтому... А что касается ракет, то тут у них проблема. Огромная проблема, потому что все ракеты Российской Федерации имеют импортные комплектующие. И если не находится лазейка по обходу санкций, то предприятие стоит и не может выпускать ракеты. Ну, насколько я знаю, звучала в прессе информация, что Россия даже в довоенный период могла выпустить до одного калибра в месяц. Это когда были импортные комплектующие. Сегодня производство калибров практически остановлено. Поэтому именно из-за отсутствия импортных комплектующих. Россия может самостоятельно производить только корпус этой ракеты. Это то, на что у них есть все материалы. Двигатель и электронную начинку этой ракеты, это все импортные комплектующие. Так что с ракетами у них огромные проблемы. Причем во всех классах ракет, начиная от малых ракет и авиационных или баллистических, и заканчивая межконтинентальными баллистическими ракетами. Там тоже большая составляющая. Во-первых, часть ракет этих выпускали мы, Южмаш. Это их ракеты. Но они имеют, в любом случае, комплектующие импортного происхождения. Как ракета Цикрон может лететь со скоростью 10 махов, если американский разведчик Blackbird летит со скоростью 3,2 маха, его обшивка из-за силы трения, а воздух нагревается до 300 градусов по Цельсию. Тогда до какой температуры будет нагреваться ракета, летя с огромной скоростью, и как выдержит боевой заряд такие температуры. Также известно, что смарт-снаряды летят со скоростью 5 км в секунду, а это почти 15 махов. Как удается преодолеть перегрев при таких скоростях? Но смарт-снарядами тут более-менее понятно, ведь полет длится несколько секунд, и за это время вряд ли что-то успеет сильно перегреться. Дайте, пожалуйста, свой комментарий по данному вопросу. Дело в том, что ракета Циркон, ну, во-первых, наверное, Циркон, она еще только начинает свой путь, и они там грозятся ее поставить, испытывают. Может, вы имели в виду кинжал, который нас обстреливает? Ну, в любом случае, скажу так, что и Циркон, и кинжал, они развивают только на отдельном участке траектории, они развивают такую скорость. И это происходит на огромной высоте. Там, где температура, во-первых, там, где разряженный воздух, и во-вторых, там, где температура достигает минус 50 градусов. Так что, вот на этом участке, да, ракета может развить гиперзвуковую скорость. А потом она опускается вниз, и, естественно, она тормозится за счет увеличения плотности атмосферы и достигает Земли, ну, там, уже при обычной скорости сверхзвуковой. Там, в 2, в 3, может быть, в 5 махов, это максимально. Это первый момент. Это что касается теории полета этой ракеты. А что касается практики, то на сегодняшний день нету лабораторных замеров, которые бы дали точную характеристику, в какую же скорость развила эта ракета. Кстати, вот в САКах, на аэродроме в Крыму, был уничтожен самолет Ил-20, как раз летающая баллистическая лаборатория, который должен измерять вот эти скорости. Я не помню, чтобы Российская Федерация опубликовала данные о том, что где, на каком участке, на какой высоте, при какой плотности воздуха ихняя ракета достигает, там, 10 махов. Действительно, я очень удивитель, 10 махов это очень большая скорость. Я знаю, что и Китай, и Соединенные Штаты испытали ракету. Соединенные Штаты прорекламировали гиперзвуковую ракету. Ну, насколько я помню, она у них там 7 или 8 махов развивала, то есть, ну не 10. Но если американская не может добраться до 10, то российская, ну, у меня вообще вызывает большие сомнения. Хотя Путин озвучивал, выступая перед Федеральным Собранием, Путин озвучивал скорость 22 маха. Я помню, такое звучало вот в тех мультфильмах, которые он презентовал Федеральному Собранию, ежегодное обращение президента России. Так что, ставлю под большое сомнение, ну, если у кого-то есть такая более подробная информация, кто-то специалист в этих скоростях, напишите в комментариях. Я обязательно это озвучу в следующих выпусках. И мы все порадуемся и узнаем, что такое есть супероружие, правда, в единичном пока что экземплярах, в очень ограниченных. Ну, действительно, хочется поверить, что может хоть что-то Российская Федерация может сделать из такого грозного оружия. Так что, пишите, кто знает. Скажите, пожалуйста, кто ведет в бой весь этот ужас, который набирают в Российской Федерации? Откуда берут младших офицеров или солдаты идут в бой без офицеров? Практически, да. Вот вы очень метко подметили, что вот этот ужас, который они там набирают сегодня контрактников, вербуют скрытой мобилизацией. Действительно, это ужас, потому что они их уже не обучают. Если первых, которых они набирали, они еще готовили там как-то, в батальонные тактические группы сводили, то сейчас они просто прямиком едут на фронт. И их степень обученности и боевой слаженности, она практически очень низкая. И причем, чем дальше идет война, тем старше поколение, которое им удается вербовать, тем дольше люди отошли по времени от армии и подзабыли все вот эти навыки и материалы. С офицерами у них вообще кошмар в плане укомплектованности младших офицеров. Они уже провели досрочные выпуски военных училищов. Они уже вербуют курсантов там второго, третьего курса, чтобы они шли младшими офицерами. Готовы им присваивать, кто согласен, они готовы присваивать звание, офицерское звание, только бы он шел командовать людьми. Они фактически назначают из числа тех, кого призвали. Офицеры, если попадаются офицеры запаса, они их ставят на должности, это раз. И второе, они выбирают из того числа, что они набрали. Отсюда, кстати, такой низкий уровень дисциплины, отсюда такие вот попытки неповиновения, саботажа, потому что офицеры не штатные, они назначенные. И бойцы прекрасно понимают, что он вчера был такой же контрактник, как и я, но потому что он там выпендрился перед офицером или понравился кому-то из старшего начальства. И его назначили старшим. И теперь он командует. И, естественно, это не воспринимается личным составом. И вызывает конфликты, и вызывает недоверие, и вызывает случаи неповиновения. Так что у них действительно с офицерским составом там полный трэш. И практически его отсутствие. Особенно вот уровень командира взвода, командира роты, там просто катастрофа у них. Ну и для нас это очень хорошо. Это нас обнадеживает и, в принципе, не может не радовать. Это правда, что наша авиация на южном направлении наносит удары американскими высокоточными ракетами? Да, правда. Это ракета антирадиолокационная, которая предназначена для... Отмотайте чуть-чуть назад, там был вопрос, где я рассказал про подвесы на крыльях самолета. И, соответственно, про порядок применения вот этих ракет AMG-88 HARM. Возможно ли сбить самолет А-50 антирадиолокационной ракетой с нашего истребителя? Да, конечно. И, особенно, если у него будет включена антенна, вот эта большая тарелка, которая находится сверху фюзеляжа самолета, вот, это огромнейшая радиолокационная станция. Если она будет включена, как раз ракета может сработать по этой радиолокационной станции. Так что, вполне возможно. Вопрос только в том, что этот самолет летает либо на территории России, либо на территории Белоруссии. Мы пока что огонь не открываем по этим территориям. Я напомню, что не надо возражать, что вот САКИ и там Зебровка или Зябровка в Белоруссии, официальная информация, мы к этому не имеем никакого отношения. Поэтому, ну, если этот самолет будет где-то находиться, попадется нам под горячую руку, то я думаю, что одну ракету можно будет пустить для того, чтобы его сбить. Потому что он реально подсвечивает цели, реально он определяет координаты воздушных целей и раздает их для авиации противника. И потом авиация наносит свои ракетно-бомбовые удары. Ну, сегодня аншлаг по антирадиолокационным ракетам. Очень много вопросов. Ну, отвечу. Могут ли новые антирадиолокационные ракеты, аналог Шрайка, достать до Черноморской эскадры? Теоретически, да. Практически, нет. Объясню, почему. Дальность спуска ракеты всего лишь 150 км. Подходя на такое расстояние к российской эскадре, наши самолеты попадают в зону ПВО противника. И, соответственно, у них есть все шансы быть сбитыми. Плюс, вы не забывайте, что Россия держит в Крыму истребительную авиацию, которая охраняет эскадру. Вспомните события на острове Змеиный. Когда мы отбивали остров от россиян, то постоянно прилетала российская авиация и пыталась наносить бомбовые удары по острову. И они готовы были вступать в воздушный бой для защиты тех суден и кораблей, которые подходили к этому острову. Поэтому, теоретически, мы сбить можем, но практически это очень тяжело. Если у нас появится авиация, которая будет способна преодолевать систему ПВО Российской Федерации, то да, я тут с вами полностью соглашусь и это будет просто необходимо. Сделать пару заходов и перетопить этот Черноморский флот один раз и навсегда. Что, наверное, если у нас появится такая возможность, что наверняка мы и сделаем, скорее всего. Подскажите, считается ли человек, служивший срочную службу 10 лет назад подготовленным бойцом? Проходят ли такие люди какую-то подготовку при мобилизации? Ну, конечно же, бойцом не считается. Максимальное удаление от службы или срок, время после службы это 3 года. Через 3 года резервист должен быть или военнообязанный должен быть пройти военные сборы для того, чтобы поддерживать свою специальность. Ну, так было ранее. Как сейчас будет организовывать систему подготовки резерва, сказать очень трудно. Я так понимаю, что мы уже после окончания войны должны будем сформировать совсем новую армию с новыми резервами, с новыми подходами к формированию резерва, подготовке резерва и содержанию резерва. Вполне возможно, что у нас появится еще и служба в резерве, чтобы было очень хорошо. Кроме МОБ-ресурса, кроме оперативного резерва. Поэтому он не считается. 10 лет это очень большой срок. Единственное, что этот человек может быть даже направлен не по своей военно-учетной специальности, на переподготовку или по необходимости в военкомате, по запросу военкомата, точнее частей военкомата определить, на какую военно-учетную специальность он будет отправлен. И не факт, что эта специальность совпадет с той, по которой он когда-то служил. Если он пригоден к прохождению воинской службы в военное время. Но в любом случае он будет направлен в учебное подразделение, где будет проходить подготовку, где будет приобретать военно-учетную специальность. Только после этого он попадет на фронт, уже сначала, точнее не на фронт, а в свое подразделение, где должен пройти боевое слаживание, а потом уже попасть на ротацию, по ротации на линию фронта. Вот такая процедура должна быть соблюдена в ходе подготовки, от мобилизации и подготовки. Существует ли в мире противоракетная оборона, способная сбивать сверхзвуковые ракеты? Актуально в свете запуска кинжалов. Тогда гиперзвуковые, не сверхзвуковые, а гиперзвуковые. Сверхзвуковые сегодня летают, большая часть, точнее ракет, ну не большая, а где-то меньше половины, наверное, часть ракет сегодня летает со скоростью сверхзвуковой. Остальные могут летать на дозвуковой скорости. Вот крылатые, они летают на дозвуковой скорости. В принципе, как самолеты. А вот гиперзвуковые ракеты, которые там развивают скорость, Как Россия позиционирует? 10 махов. Путин обещал 22, но получилось 10. На сегодняшний день, к сожалению, нет фактов преодоления противоракетной обороны гиперзвуковыми ракетами. Сверхзвуковые сбиваются. Мы сбиваем. Ракета Гранит, точнее ракета Оникс П-800 от комплекса Бастион противокорабельного, Которая обстреливали Одессу, Которая обстреливали одно время Николая, Прекрасно сбивала наше ПВО. В случае, когда ПВО было в боевой готовности и было готово к пускам, Мы сбивали эти ракеты. Хотя они летят со скоростью 2,5 маха, то есть 2,5 скорости звука. Что касается вот таких ракет, как Кинжал, В перспективе, там, то, что Россия анонсирует Циркон, Смотрите, всегда идет гонка вооружения. Одно вооружение борется против другого. Создают одно вооружение, потом делают противовооружение, Потом делают против того вооружения. И так постепенно, поэтапно поднимаются наверх В плане совершенствования и расширения возможностей видов вооружений. Сейчас системы противоракетной обороны готовы бороться с ракетами, Которые летят на сверхзвуковой скорости. С появлением и поколения гиперзвуковых ракет только набирает обороты. Это первые образцы. Россия хвастается, что у него уже есть, Хотя многие сомневаются по гиперзвуковой ракете. Кстати, могу порекомендовать, есть видео в интернете, Там, где ракету-кинжал разложили по полочкам у Марка Солонина. Можете посмотреть. Он разложил ракету-кинжал по полочкам и объяснил с технической точки зрения, С инженерной, является ли она гиперзвуковой. И если не является, то почему. Так что можете посмотреть, там найдете ответы на вопросы по гиперзвуковым ракетам. А теперь следующий этап, как только гиперзвуковые ракеты будут разработаны, Вот Израиль сейчас делает, Соединенные Штаты сейчас делают эту ракету, Не Израиль, извините, Китай. Китай испытывает, США испытывает, Россия говорит, что уже испытала, Уже на выражение они поставили. Соответственно, будет какой-то период, когда эти ракеты, наверное, Смогут преодолевать систему противоракетной обороны. За счет своей скорости. Соответственно, сразу же после того, как эти ракеты будут приняты на вооружение, Начнется разработка новых противоракетных комплексов системы ПРО, Которые будут способны сбивать гиперзвуковые ракеты. Ну, это уже может быть даже поколение лазерного оружия, Или энергетического оружия. Потому что при гиперскорости надо создать ракету, Которая будет успевать и сделать старт, и разогнаться, и догнать, и перехватить гиперзвуковую ракету. Поэтому ждем следующего витка развития систем противоракетной обороны. Так происходит, в принципе, всегда в создании вооружения. Создали танк, создали противотанковый ракетный комплекс. Улучшили танк, создали еще один противоракетный комплекс. Вот так оно бывает всегда. Вопрос из Николаева. При ударах переделанными ракетами С-300 по целям на земле, Эти ракеты должен вести их радар до точки поражения? Если да, то эти радары теперь хорошая мишень для антирадарных ракет? Да, абсолютно правильно. Если они находятся в зоне досягаемости нашей авиации, То да, я думаю, что эти радары будут уничтожаться, В том числе и антирадарными ракетами. Он также включается, также светит эта радиолокационная станция. И поэтому, если она будет замечена, В этот момент наша авиация будет в воздухе, С этими ракетами на борту, То, конечно же, они являются приоритетной целью для поражения этими ракетами. Вы вчера говорили, что перебрасывают С-300 на Беларусь. Возможность модификации «Земля-Земля» с дальностью до 200 км. Какова вероятность нанесения ударов по Киеву в области этим оружием? Очень высокая вероятность нанесения. И мы, кстати, об этом постоянно говорим. И генеральный штаб в своих сводках каждый день предупреждает, Что вероятность нанесения ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется. Но, видите, случилось неожиданное. В Зебровке именно там, где сосредоточены были С-300 и С-400, Которые теоретически могли применить ракеты. Они стоят в 50 км от нашей границы. И эти комплексы могли применить переделанные ракеты класса «Земля-Земля» против нас с вами. По нашей территории. Посмотрим, как теперь отреагируют белорусы и россияне, которые там попали. Говорят, что это взрыв, что это были хлопки двигателя. Потом сказали, что это вроде как танк взорвался. Что там танк делает и почему он взорвался, непонятно. Но, тем не менее, мы предполагаем, предполагаем, подчеркиваю, Мы не имеем отношения к этим взрывам никакого. И мы предполагаем, что это все-таки были взрывы вот этих комплексов С-300, С-400, которые могут применять переделанные ракеты класса «Земля-Земля» по территории Украины. Так, ну вот тут такой очень длинный вопрос, практически опус написали. Хочу поделиться своими соображениями по поводу Херсона. На мой взгляд, не стоит недооценивать противника. Что бы я сделал на месте противника, в той ситуации, которая сложилась? Мосты повреждены, подчеркиваю, не уничтожены, повреждены. Что бы сделал я на месте РФ? Первое. Ввел бы на правый берег ударные войска. Что и сделано. Так, задачи. Ударом с двух сторон проломить оборону и заставить вооруженные силы Украины либо отойти, либо взять в кольцо и уничтожить войска. Тем самым убрав опасность обстрелов мостов и закрепиться на данном рубеже. Что это дает? Срыв наступления ВСУ. Показать союзникам неспособность вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Третье. Жителям Херсона показать неспособность ВСУ и подорвать веру, а значит больше участвующих в референдуме. Срыв так нашумевшего наступления ВСУ. Политический момент. Ну, сразу, наверное, буду походу. Это половина только вопроса, который я зачитал. Ну, это такое впечатление, что вы читаете директиву Генерального штаба Российской Федерации. Вот пишете, точнее. Или воспроизводите. Дело в том, что группировка на правом берегу, она на сегодняшний день не способна нанести такой удар. Не способна. Они попробовали десантными частями, попробовали двинуться на Николаев, получили и сразу же откатились назад. А мы еще вдогонку взяли и уничтожили командный пункт 76-й парашютно-штурмовой дивизии. Которая там собралась для того, чтобы прорывать нашу оборону. Это раз. Второе. Группировка стоит в двух разных направлениях. Там нечего окружать. Там стоит группировка. Есть Николаевское направление, есть Криворожское направление. И российская группировка разбита на две части. И соединить эти две части невозможно. Что они будут окружать? Пустыню, точнее, Херсонские степи между Николаевым и Кривым Рогом? Или им надо тогда идти на Николаева окружать его и идти на Кривой Рог и окружать его? Для этого сил и средств абсолютно у российских войск нет. Да, задачи они ставят именно такие, как вы написали. Прорвать, окружить, сорвать контрнаступление и все остальное. Они сейчас в огневом мешке. Мосты, да, они не разрушены. Они повреждены. Но они потеряли свою грузоспособность. Так что по поводу прорвать и окружить, это вы сильно преувеличили. Тут даже недооцениваем... Мы оцениваем противника, мы понимаем угрозу. Но сам противник не может определиться, что ему на сегодняшний день делать. Российские войска стоят на правом берегу. И уже неделю не знают, что делать. Куда пойти и чем заняться. Идти в наступление или садиться в глухую оборону. Вот они сидят и оценивают. А в это время их запасы материальные тают, как снег в мае месяце на солнышке. Или в апреле. На апрельском солнце стающий снег. Точно так же тают их запасы в топливе, в продовольствии, в боеприпасах. Им некуда вывозить раненых своих. Потому что на лодках много не навозишь. Они не смогли за две недели, за две недели не смогли навести понтонную переправу через Днепр. Значит, наверное, нет сил и возможностей наведения этой переправы. Теперь далее. Вы пишете, что... Теперь о логистике. Украина считает, что повредив Антоновский мост и железнодорожный мост, нарушила логистику. Замечательно. Пусть так и думает. А что мне мешает ночью загнать на мост в четыре полосы? На три полосы транспорт до разрушенного моста. И дальше перегрузить вручную на другой транспорт с правобережья. Четвертую полосу оставить для разгрузившегося транспорта. Также и с ЖД мостом. Что увидит ВСУ утром? Мосты продолжают быть разрушенными. Логистика невозможна. А что в итоге? Логистика задержана лишь перегрузкой. Итак, Антоновский мост работает, ЖД мост работает, мост водохранилища работает, паромная переправа работает. А курочка по зернушку клюет. Как вы считаете? Это возможно? Нет, конечно. Нет, конечно, невозможно. Неужели вы думаете, что наша разведка ночью спит? Или ночью наши средства разведки не видят, что происходит? Кстати, обратите внимание, все обстрелы мостов производились ночью. Ночью, как раз, когда одна из детонаций была, видимо, попали в машину с боеприпасами, которая двигалась. Теперь я объясню вам, вы видели в каком состоянии дорожное покрытие моста? Одни дыры. И как вы себе представляете? Во-первых, этот пролет, этот пролет моста потерял несущую способность. Выезжать на него и разгружать на него боеприпасы катастрофически опасно. Он может обвалиться в любой момент. И теперь надо набрать кучу народа, кучу машин с двух сторон, потому что переехать машины не могут. И носить вручную ящики с боеприпасами. Один Урал, это, по-моему, под сотню ящиков. КамАЗ, и того больше ящиков. Ящики почти под 100 килограмм. По 78, если это сотка пушка. 84 или 87, если это 2С-3 или 2С-19 снаряды в укупорке. Это колоссальный труд. Колоссальный. Хорошо, а еще боеприпасы по вот этим дыркам, солдаты, ломая ноги, ночью в потемках. Или вы там поставите прожектора, все это осветите. Допустим, наши средства разведки будут сидеть и смотреть как в телевизор. И ждать, когда же прилетит очередной Хаймарс ночью. Для того, чтобы весь этот цирк разогнать. Поэтому это абсолютно нереально. А топливо, как вы будете перекачивать? В ведрах переносить? Шланги пробрасывать через мост? Ну, это абсолютно нереально. А железнодорожный мост, вы знаете, что там повреждена колия железнодорожная. На нем выехать нельзя вагонами. Его, кстати, движение железной дороги, поэтому мосту так и не восстановили. До самого его повреждения нашими системами Хаймарс. Они не смогли пустить. Они хотели пустить поезд из Херсона, по-моему, в Джанкой, в Крым. Но так и этот поезд и не пустили. А потом они использовали мост в качестве автомобильного. Заложив рельсы, рельсы заложив шпалами, сделав некое полотно. И на малой скорости пускали технику по этому мосту. Мы обрушили часть пролета железнодорожного моста вместе с рельсами. И теперь вообще никакое движение там невозможно. Там можно идти пешком, но попробуйте, если вы когда-то ходили по рельсам пешком, спотыкаясь по шпалам, то много вы не находите. А идти почти 2 километра от одного конца моста до другого, там больше километра мост, то с полной выкладкой, с полной амуницией, еще таща на себе какой-то груз, то я думаю, что одну ходку вы сделаете, а дальше что? То же самое с мостом на дамбе, он поврежден. Так что все 3 моста выведены из строя, ни о какой логистике речи быть не может. Паромная переправа, которую они сделали на 3 понтонах, ну что она возьмет? Ну 2 Урала с боеприпасами, ну 2 бензовоза. Так они замучаются возить, там ширина Днепра по-моему метров 800 или 700, я помню писали местные жители. И соответственно, сколько надо сделать входа, чтобы перевести количество топлива, необходимое для того, чтобы заправить 25 тысяч войска на бронетехнике. А эта вся бронетехника имеет немаленький расход, это не легковые автомобили, которые там по 10-20 литров. Танк берет там 220-250 литров на 100 километров, это на марше. А в условиях боевой работы, когда двигатель заведенный, когда еще надо моточасы посчитать, и того больше. И в условиях бездорожья, когда он движется на пониженных передачах, он под все 300 литров берет на 100 километров. Так что нет, этот вариант абсолютно невозможен на сегодняшний день. Именно поэтому мы и говорим, что группировка войск, какая бы она сильная ни была, она сегодня сильная. Через неделю эта группировка заводит волчьим воем, потому что будут кончаться боеприпасы. Будет нехватка продовольствия, некуда будет вывозить раненых, не будет поставок медикаментов, не будет поставок топлива. И танки начнут глохнуть в окопах. Вы посмотрите, вот почему я говорил все время, что до конца этой недели они должны были определиться. Они или умные, или красивые, они наступают или обороняются. Они до сих пор не определились. До сих пор генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации не может принять решение, что делать этим войскам. Что делать? Они понимают, что они зашли и за ними захлопнулась калитка. Все. И выйти теперь оттуда практически невозможно. И остается что? Медленно умирать под огнем авиации и артиллерии вооруженных сил Украины? Вот вам ответ на этот вопрос. Так что тот вариант, который вы описали, да, это идеальная задача, которую я... Ну почему я и сказал, что с точки зрения Генерального штаба Российской Федерации такое впечатление, что вы читаете директиву фронту от Генерального штаба России. Но она невыполнима на сегодняшний день. Ввиду таких обстоятельств. Хочу спросить по поводу наших военных, которые учатся в Великобритании. Правильно я понимаю, что по сути это обучение с новым вооружением, от стрелкового до техники. И тогда получается, что это тоже часть плана перевооружения Украины. И можно ожидать, что эти военные, возвращаясь в Украину, будут приезжать с новой техникой. Возможно ленд-лист, возможно просто помощь от стран-партнеров. И сразу будут по сути готовы к выполнению боевых задач. И как в таком случае изменится фронт и наши возможности касательно наступления. Возможно новых методов обороны и так далее. Вы абсолютно правы. Это фактически это перевооружение, это создание. Я несколько раз упоминал, если вы регулярно смотрите мои видео, то я говорил, что для того, чтобы начать контрнаступательную операцию, нам надо создать новую армию. Армию нового типа. И вот эта армия там создается, в Европе. Это люди, которые приедут сюда, они будут обучены с нуля. И новым методом ведения войны они будут с новым вооружением. Они будут на новой технике. Я имею ввиду не новой по выпуску, а новой по западному образцу. То есть они не приедут уже на Т-72, они не приедут на БМП-1 или бронетранспортере, нет. Они приедут на Мардерах, на Бушмастерах, они приедут на... Но вот по танкам тут пока есть сомнения. На Леопардах или на Абрамсах они приедут. Но какие-то танки нам дадут. Я больше чем уверен, потому что те Т-72, которые были у нас, и Т-72, которые нам передали наши странные партнеры, к моменту окончания, к середине сентября, я думаю, что будут требовать замены. Или пополнения. Это как минимум. Поэтому рано или поздно, как пан Макрон не говорил, что танки мы вам не дадим. Но все равно, я так понимаю, что Соединенные Штаты танки нам дадут. Потому что больше танков советского образца взять негде. Можно, конечно, там попросить Кипр. У них очень большой запас советского вооружения. И российского вооружения, кстати. Россия поставляла, мы можем получить российское модернизированное вооружение, которое поставляла Россия Кипру. Вроде как Кипр там не против. В Саудовской Аравии есть. Ну, Германия, я уже не надеюсь, что откроет свои запасники. Где там от армии ГДР осталось очень много советских образцов вооружения. Но в любом случае, мы должны, в результате этого обучения, мы должны получить армию нового типа. Ту армию, которая будет наносить разгром российской армии, старого типа. И та, которая у нас останется после войны, которую мы будем уже дальше развивать и переоснащивать уже в полном объеме. Включая те части, которые сегодня воюют на старых советских образцах вооружения. Почему не использовать по мостам Пион с бетонобойным снарядом весом в 100 килограмм? Мне кажется, эффективнее было бы и дешевле. К сожалению, нет. Вынужден тут вам сильно возразить. Почему? Потому что, да, самоходная пушка Пион имеет дальность стрельбы 47 километров. И практически она может достать до вот этих мостов, которые там, Антоновский мост, Железнодорожный мост и Новая Каховка. Это не проблема. Дело в том, что из этой пушки попасть в мост практически невозможно. Вы не представляете, какие отклонения на дальности 47 километров, какие отклонения по дальности и по направлению может давать эта пушка. То есть разнос боеприпасов, разброс, точнее, боеприпасов по эллипсу России очень большой. И это будет проблематично попасть. Это раз. Второе, ее дальность будет вынуждать нас поставить эту пушку как максимально близко к фронту. И на пределе дальности она может достать до этих мостов. И это подвергает ее огромному риску, потому что она большая, малоповоротливая, тяжелая. И она очень хорошая мишень для российской артиллерии. Если она попадает в зону огневого поражения российской артиллерии, Россия будет стараться ее как можно быстрее уничтожить. И там орудие расположено на самоходной базе открытого типа. То есть у него этого самоходки нет, самоходной пушки нету башни. И достаточно просто осколочных снарядов для того, чтобы вывести экипаж из строя. И, соответственно, повредить пушку осколками от разорвавшихся снарядов. Так что это не так целесообразно. Целесообразнее в данном случае, и цена вопроса оправдана, на мой взгляд, целесообразнее пустить даже 10-12 снарядов Хаймарс с 99,9% гарантии того, что Хаймарс попадет точно в дорожное полотно моста и выведет его из строя. Вот здесь как раз я бы не торговался, и для меня, как для военного, цена вопроса абсолютно адекватная. Запереть 25-тысячную группировку российских войск на правом берегу и начать ее планомерное уничтожение, то 3-4 пакетов Хаймарс абсолютно не жалко. Это абсолютно правильная и достойная цена. А вот там, где дальность будет стрельбы где-то 20-30 километров, вот там можно применять пионы и долбить ими и бетонобойными снарядами, и осколочно-фугасными снарядами. Но так, чтобы наши пионы стояли за зоной досягаемости российской артиллерии, для того, чтобы они не попали под контрбатарейную борьбу. У нас, кстати, с контрбатарейной борьбой туго. Сразу скажу, у нас катастрофическая нехладка артиллерии. Мы сидим, ну, можно так сказать, сегодня не на голодном пайке, но, будем так говорить, на строгой диете с артиллерией мы сидим. И мы вытягиваем только за счет ее дальности и за счет ее точности. Поэтому мы вытягиваем паритет и то на отдельных направлениях. Очень мало артиллерийских стволов у нас на сегодняшний день в составе вооруженных сил Украины. Старые стволы выходят из строя, новые стволы, к сожалению, пока что Запад не спешит нам передавать. Поэтому вот такая вот проблема. Но, тем не менее, мы ее решаем. Так что Хаймерс лучше, чем пион на сегодняшний день. Хоть и дороже, но цена вопроса того стоит. Ну что ж, на этом, наверное, будем сегодня заканчивать. Не буду отвлекать долго вашего внимания. Еще раз приглашаю, подписывайтесь на мой канал. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи я могу записывать эти видео и мой канал существует. Ну, а в остальном мы продолжаем верить нашим вооруженным силам. Перемога будет с нами. Слава Украине!